МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа День Республики в студии Чингест-Тихонов и сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Калмыкии появятся центры разведения дров и красотки. Ежегодно планируется выводить в естественную среду обитание до 2 тысяч особей. Прокурор Республики совместно с министром ЖКХ энергетики региона проверили ход реализации федеральных проектов в Яшкульском и Черноземельском районах. Праздник национальных культур, спортивные турниры, гастрономические фестивали, выставка достижений. И Листа готовится отметить день рождения. Глава региона Батухасиков поделился. Делегация Калмыкии во главе с министром природных ресурсов и охраной окружающей среды Ачиром Жамбиновым приняла участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Там, на улице Дальнего Востока, где регионы представляют свои достижения и потенциал, экономический, культурный, туристический, открылся павильон Дом Сокола. На руке Александра Адьянова, руководителя дирекции особо охраняемых природных территорий Республики, восседает кречет. Их привезли из Соколиного центра Камчатка. На полуострове в 2022 году по поручению нашего президента официально открылся первый в России центр сохранения и репродукции редких видов хищных птиц. Подобный будет создан у нас в Калмыкии. Это будет центр разведения дрофы-красотки. В регионе, как считают эксперты, идеальные условия для этой птицы. Климат, ландшафт пустыни и полупустыни, и географическое расположение республики. Есть уже детальный комплексный план, в рамках которого мы работаем вместе с Минприродой России, в НИИ экология, Соколиным центром Камчатка и Росконгрессом. Строительство питомника начнем уже в следующем году. В планах ежегодное выведение и выпуск в естественную среду обитания до 2000 особей. Для Калмыкии это особенно значимо. Мы стремимся превратить наш регион в популярную точку для экологического туризма. Вместе продолжим заботиться об окружающей среде и природе нашей страны и родной республики. Ход реализации федеральных проектов формирования комфортной городской среды в поселке Яшкуль Яшкульского района и чистая вода в поселке Наранхудук Черноземельского района проверил прокурор республики Виталий Семенченко. Вместе с руководителем надзорного органа Калмыкии объекты посетила министр ЖКХ энергетики Виктория Мангутова. Они посетили незавершенные объекты строительства в поселке Яшкуль Яшкульского района Парк Победы и в поселке Наранхудук Черноземельского района строительство объекта водоснабжения. Прокурор и министр указали на недопустимость нарушения сроков строительства объектов. И отметили, что необходимо провести слаженную работу для своевременного и качественного завершения работ в установленные сроки. Также был проверен ход реализации оригинальной программы капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калмыкии на 2014-2044 годы в поселке Яшкуль. Руководители осмотрели выполненные работы на объекте капремонта кровли многоквартирного жилого дома по улице Комарова, 14. Семенченко предупредил подрядчика и представителей заказчика о том, что нарушение срока исполнения контрактных обязательств недопустимо. Кроме того, вызвало нарекания качество выполненных работ. Помимо этого, была осмотрена дворовая территория многоквартирного дома. Было обращено внимание заказчика и подрядчика на соответствие выполненных работ по укладке асфальта на внутриквартальном проезде и установке малых архитектурных форм требованием проектной документации и ГОСТ. Ход строительных работ взят на контроль. За минувшую неделю в отделениях полиции республики неоднократно поступали заявления о действиях дистанционных мошенников. Жители Калмыкии, поверив им, перевели сбережения на общую сумму почти 3 миллиона рублей. Также есть люди, которые не поверили аферистам и вовремя прервали диалог и не повелись на уловки. На жительницу Лаганского района неизвестные лица под предлогом перевода денежных средств за оплату такси оформили кредитный договор на сумму 537 тысяч рублей, используя ее личные данные, которые она сама же и передала аферистам. Представляясь сотрудниками банков, правоохранительных органов, мошенники сумели убедить нескольких жителей совершить денежные переводы на указанные ими банковские счета с целью обезопасить средства. На 280 тысяч рублей они обманули 18-летнюю студентку, на 149 тысяч рублей 55-летнюю жительницу Гордовиковска, на 229 тысяч рублей 32-летнего элистинца и на 100 тысяч рублей 62-летнего пенсионера. Также, представляясь сотрудниками Центрального банка России, сотрудниками Федеральной службы безопасности России, мошенники обманным путем завладели денежными средствами 42-летней элистинки. Сумма ущерба составила 1 миллион 200 тысяч рублей. Написать код, создать алгоритм или веб-сайт – все это входит в число заданий, которые без труда могут выполнить разработчики программного обеспечения. 13 сентября ежегодно отмечается День программиста. В нынешних реалиях эта профессия активно набирает популярность. О работе программиста в Калмыкии в нашем материале. Аюна Джамбинова с детства увлекалась играми. Ее заинтересовал не только игровой процесс, но и их создание. Так она решила связать свою жизнь не только со стезей рисования. Узнав, что в IT-кластере проходят бесплатные курсы, Аюна с радостью записалась. Отмечу, что во время прохождения курсов девушка уже успела принять участие в создании игры «Сокровища нации». Вообще заниматься компьютерами мне очень нравится. И это когда мы стали учиться уже моделированию, нам в Сае вы будете разрабатывать игру. Тогда мы обрадовались очень сильно, что будем такими разработчиками, можно сказать. И так мы начали делать игру. Сначала мы рисовали эскизы для фигурок, которые бегают и собирают цифры и буквы. Потом мы начали по этим эскизам делать моделирование фигурки животных и человечков. Работа программиста на сегодняшний день одна из самых востребованных. Они играют важную роль в различных отраслях, таких как информационные технологии, финансы, медицина и во многих других. Благодаря их работе появляется возможность автоматизировать процессы и повысить их эффективность. Примечательно, что в нашей республике есть возможность обучиться этому престижному направлению. На сегодняшний день в Цифровой Калмыкии проходят занятия для школьников с 8 по 11 класс. Как раз в рамках программы «Код будущего» они получают возможность изучить программирование. Вместе с университетом «Монополис» мы реализуем программу «Приручи искусственный интеллект» и разработка парсеров и графических интерфейсов на языке Python. Для взрослых мы планируем запустить в ближайшее время также бесплатные курсы по программированию на языке Python. Программисты Калмыкии не сидят на месте. В планах у них новые проекты и разработки. В системе образования республики существуют различного рода специальности в области программирования. В Колумбу на базе факультета математики, физики и информационных технологий ежегодно выпускают дипломированных специалистов по информационной безопасности и в области фундаментальной информатики и информационных технологий. Этот день профессионально отмечают не только те, которые уже работают профессионалы, это те, которые, например, делают только первые шаги. То есть ребята, которые обучаются зам программирования и преподаватели, которые учат программирование. От работы программистов зависит многое. Сейчас они востребованы во всех областях. Роль программистов неоценима. В любой отрасли экономики нужны программисты. Они освобождают нас от рутинных работ, придумывают проекты, которые помогают нам пробиваться дальше и развиваться. Программисты на сегодняшний день – ключевые фигуры в развитии общества. Они – основной двигатель прогресса. Они – источник свежих и новых идей. На сегодня это по-прежнему профессия завтрашнего дня. Алтана Конуна, Владимир Зуглинов, Ачара Бушаев. Информационная программа «День республики». И в продолжение темы. Ко дню программиста школьникам из Элистинского технического лицея рассказали о профессиях, связанных с IT-сферой. Также представители компаний, которые работают с IT-технологиями, рассказали о плюсах работы в компании. Более подробно о важности информационных технологий поделился и сам министр цифрового развития. В России отмечается День программиста. И в рамках этого праздника партийный проект «Цифровая Россия» проводит для школьников старших классов профориентационное мероприятие, где IT-компании Республики Калмыкия для наших школьников рассказывают про IT-специальности, о том, какие возможности и, скажем так, будущие профессии могут ждать для наших ребят. Мы говорим о разных направлениях IT-индустрии. И очень важно для школьников, которые сейчас уже выбирают будущую профессию, уже будут на следующий год поступать в высшую черную заведение, уже сейчас рассказать, что их может ждать, какие направления деятельности и чем привлекательна IT-индустрия. Уже в эту субботу Элиста отметит свое 158-летие со дня основания. Масштабные празднования охватят сразу несколько дней с 14 по 16 сентября, а гостей и жителей Степной столицы ожидает немало ярких событий. Праздник национальных культур, спортивные турниры, гастрономический фестиваль и выставка достижений. Ключевым мероприятием станет театральный фестиваль «Культурная столица» с участием артистов трех ведущих театров Калмыкии. Мы хотим, чтобы в этом году у нас был театральный фестиваль, и назовем мы его «Культурная столица». Переговорив с национальным театром имени Басангова, с русским театром драмы и комедии, и театром кукол, мы пришли к выводу, что это вот такая вот интересная программа, когда театр идет к своему зрителю. Не зритель идет в театр, а наоборот. Поэтому мы приглашаем всех наших гостей столицы и листинцев с семьями, обязательно с семьями, с детьми, потому что именно вот здесь мы устроим площадку, а декорацией будет не что иное, как архитектура нашего города и сам спектакль. Сами кулисы станут деревья и памятник Давиду Никитичу. В общем, это будет очень интересное действие, я уверен, что нам всем и листинцам, конечно, понравится. Праздничный концерт с днем рождения «Любимый город» по традиции состоится на площади Победы и объединит творческие коллективы со всей республики. Также зрители ожидают выступления группы «Рок острова». Завершится празднование дня города большим фейерверком. В 22 часа у нас будет фейерверк. При этом фейерверк у нас будет с трех точек. Это очень важно. Я хотел бы отдельно акцентировать на это внимание. Три точки, которые позволят видеть фейерверк над Элистой практически всему городу. Первая точка – это РЧВ, это вот по объездной трассе. Вторая точка – это парк «Дружба» традиционная. И третья точка – это первый микрорайон в районе памятника мемориала «Танк». И получается, что если одновременно в 22 часа вы выйдете из точек города Элисты, то вы видите салют над Элистой практически из любой точки. Выпуски новостей, а также и другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР на 21-й кнопке и в IPTV и зеленой точке Ростелекома, на сайте kalam.tv.ru, а также на официальных аккаунтах ВК и Телеграма. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова